Девушки отдыхают Игра, которая ставит во главу глаз серьёзность происходящего К сожалению, сейчас эта игра воспринимается как проходной клон, но вашего внимания она достойна Ликуйте! С вами снова Фак и я Андрей Воробей Фак – это компас в мире компьютерных игр Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии и услышите ответы на вопросы по прохождению Итак, переходим к делу The Experiment – приключенческая игра про девушку по имени Леа Николс Которая осталась последней выжившей на полуразрушенном танкере Она входила в группу учёных, погибших при неизвестных обстоятельствах Теперь нашей задачей становится спасти её и благополучно вывести с полуразрушенного корабля Французская студия Lexis Numeric вот уже несколько лет плодотворно работает в жанре так называемого экспериментального квеста Используя иллюстрации Adobe Flash и видео, они рассказывают истории так, как мало кому приходит в голову Их игра In Memoriam предполагала посещение в интернете фиктивных сайтов и получение по электронной почте сфабрикованных писем Аналогичным образом устроена Missing Since January и её сиквел Evidence The Last Ritual The Experiment – новый проект для Lexis Numeric – идёт ещё дальше Игра целиком построена не на прямом управлении героем, а посредством манипуляций с камерами видеонаблюдения Такого, по правде сказать, не было ещё нигде Разве что в паре игр, одна из которых вышла примерно 10 лет назад, а другая только на консолях Игра The Experiment поступила в продажу 5 февраля 2008 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 128 МБ видео, а также 2 ГБ на жёстком диске На борту огромного заврошенного корабля просыпается милая и не очень одетая девушка Лия Николс Она мало что помнит и совершенно беспомощна Её ангелом-хранителем становится неизвестный персонаж, в образе которого выступает игрок В основном загадки построены именно на использовании различных режимов наблюдения При всём разнообразии задачек здесь нет ни одного отвлечённого, притянутого за уши пазла Поэтому наша оценка геймплея 5 баллов Единственное, что немного напрягает, это работа с камерой Графика в игре ничем особенным похвастаться не может Хотя для среднестатистического квеста она вполне сносная Если вы не испытывали отвращения от внешнего вида калпы и наты, тогда за эксперимент вы также будете играть с удовольствием А интересные видео вставки разнообразят игровой процесс Наша оценка внешних данных игры твёрдые 4 балла А вот за озвучку можно смело ставить высший балл Мало в какой игре удаётся так хорошо передать атмосферу происходящего в виртуальном мире Здесь же всё на высшем уровне И работа актёров, и спецэффекты, и музыка Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов Подводя итог, можно констатировать Эксперимент проведён успешно Пациент скорее будет жить, чем останется незамеченным игровым сообществом Наша общая оценка игры 5 баллов The Experiment Это ещё и хоррор Играть было действительно жутковато Не подумайте, что я испугался Но в игре всё сделано на высшем уровне Новаторский игровой процесс дополняется качественной для квеста картинкой Метким звуковым оформлением Феноменальной проработкой игрового мира И, наконец, шикарно выстроенной атмосферой Но самое интересное — финал Если очень хочется, но никак не получается до него добраться Смотрите наши ответы на вопросы по прохождению Первый вопрос Лия попросит вас ввести код для управления роботом Следующий вопрос Подскажите, как избавиться от собак, которые преграждают путь к мосту? Наверное, их нужно как-то отвлечь Отвечаем Нужно бросить им в качестве приманки крысу, которую клевали птицы на носу корабля Следующий вопрос Я, наверное, совсем ничего не понимаю Но как попасть на вторую палубу в лабораторию, где надо сделать лекарство из двух ингредиентов? Отвечаем Мы тоже столкнулись с этой проблемой Обрати внимание, что на миникарте видна только небольшая площадка А остальная часть полупрозрачная Чтобы попасть в эту зону, нужно переключить уровень на миникарте Следующий вопрос Какой пароль к холодильнику? Никак не могу сообразить, где его взять Отвечаем Нужно зайти в профиль к Франсуа Пьеру Там ты найдешь этот пароль The Club от Beezer Creations оказалась игрой, с точки зрения механики, совсем не революционной Но очень свежей Ее жанр можно описать примерно так Соник Супер Ёжик встречается с Unreal Tournament То есть англичане сделали полноценный экшен с динамикой одноклеточной аркады Анонс The Club вызвал возбужденный ропот среди поклонников знаменитого романа Чака Паланика «Бойцовский клуб» и одноименного фильма Дэвида Финчера Из разных источников доносилась информация о тайном обществе и схватках на выживание Но выяснилось, что все куда прозаичнее Тайное общество оказалось группой одичавших от скуки олигархов Которые построили подпольные арены для проведения современных гладиаторских боев Участников в игре всего восемь Одни из них это обычные наемники Другие бедолаги, привезенные сюда силой Завязка The Club разом напоминает все культовые кинофильмы 80-х на тему современных гладиаторов Рекомендованные системные требования к игре следующие Двуядерный процессор с частотой 2 ГГц Гигабайт оперативной и 256 МБ видеопамяти На жестком диске The Club занимает 6 ГБ Геймплей игры примитивен и скучен Как разработчикам это удалось, непонятно Ведь игра совмещает в себе две довольно удачные концепции С одной стороны, это отстрел врагов в стиле Unreal Tournament С другой, чистокровный Manhunt Где счет идет не на количество фрагов, а на очки за кровожадность Одним словом, выигрывает тут тот, кто убьет врага наиболее изощренным способом Тройка за геймплей Подобная концепция еще несколько лет назад была бы несостоятельна Но сегодня, с приходом в наш дом новых технологий, The Club выглядит интригующе Едва ли не основным помощником виртуальных маньяков станет разрушаемое окружение Прострелить огнеопасную емкость и поджарить таким образом сразу несколько человек Тут будет в порядке вещей Четыре балла за внешний вид Звук начинает разочаровывать уже в меню Подобный саундтрек скорее подошел бы к космическому симулятору, а не экшену Дальше хуже Враги по большей части немые А наш герой только и делает, что кряхтит после каждого комбо Автоматы, пистолеты и прочие базуки издают вообще какие-то крикатурные звуки Тра-та-та-та-та-та Двойка за звук The Club проходной, предельно аркадный экшен, который при этом претендует на оригинальность Оно и неудивительно, разработчики намешали, что называется, всего и побольше А получилось по большому счету бурта Спасает положение, разве что графика Тройку получает сегодня The Club Знаете, посмотрел сейчас сюжет и вспомнил, что авторы называют The Club анти-стелс игрой Минимум средств, максимум жестокости и свирепого экшена Что ж, очень даже в духе времени Возможно, поэтому игра и заинтересовала наших постоянных зрителей Которые прислали большое количество вопросов На некоторые из них мы ответим прямо сейчас Вопрос Никак не пойму, чем различаются режимы игры Ответ Основным режимом одиночной игры является спринт Задача пробежать от точки А до точки Б как можно быстрее Заковывая пути всех встречных врагов в кандалы Есть модификация данного режима Тайм-атак Перед вами постоянно маячит счетчик времени Который запускается сразу после старта уровня Когда он дойдет до нуля, вас ждет бесцеремонная гейм-овер Каждый убитый противник добавляет небольшое количество секунд в вашу копилку И только продолжая постоянно нести смерть, вы сможете достичь своей цели Вопрос На карте Венеция в меня кто-то постоянно стреляет Не могу понять откуда и как его убить Ответ Вверху на колокольне засел противник с базукой Попасть в него очень сложно, но это и не нужно Вокруг него полно взрывчатки Так что стреляйте в него до тех пор, пока одна из пуль не заденет бочки с горючим Тогда вся колокольня взлетит на воздух Смотрите во второй части программы BDC World Championship Darts 2008 Игра, которая ставит во главу глаз серьезность происходящего Hour of Victory К сожалению, сейчас эта игра воспринимается как проходной клон Но вашего внимания она достойна Смотрите во второй части программы Hour of Victory К сожалению, сейчас эта игра воспринимается как проходной клон Но вашего внимания она достойна BDC World Championship Darts 2008 Игра, которая ставит во главу глаз серьезность происходящего Слава серии Call of Duty не дает покоя конкурентам Даже спустя столько лет после своего триумфального восхождения на Олимп Пожалуй, единственным достойным собратом по цеху Можно считать сериал Medal of Honor Однако, помимо этих двух громких имен Существует целая армия игр клонов Об одной из них, а именно об Hour of Victory Мы расскажем прямо сейчас Сколько раз за последние пять лет Вы в образе бравого американского морпеха Или в крайнем случае пехотинца Высаживались на пляж Амаха Название операции Мартенгаден Вам тоже о многом говорили Но уж взятие Рейхстега В своих виртуальных похождениях Вы навряд ли смогли пропустить Если вам до сих пор не надоел этот военный карнавал Вашему вниманию предлагается Hour of Victory Очередной клон бессмертной Call of Duty Причем не лучшей ее части Нам вновь предстоит пройти все ужасные войны Спасти пару-тройку нерадивых рядовых Райанов И даже, если повезет, дадут покататься на танках И пострелять по асам Люфтваффе и Сенитки Рекомендованные системные требования игры Процессор Core 2 Duo 1 гигабайт оперативной памяти 256 гигабайт видеопамяти А также 7 гигабайт на жестком диске Игровой процесс Hour of Victory Сравним с ездой на поезде В том смысле, что проносясь по скриптовым рельсам Сквозь перипетии нехитрой военной кампании Вы в короткие передышки между отстрелом врагов Можете полюбоваться на окрестности Однако, заниматься этим долго не придется Ровно до того момента, как включится очередной триггер И появится новая волна фрицер В общем и целом, все крайне предсказуемо И достаточно однообразно Наша оценка геймплея 3 балла Графический движок — самая сильная часть Hour of Victory Горовой мир выполнен вполне себе в духе сегодняшнего дня Использует все новейшие технологии И, соответственно, очень требователен к вашему железному другу Если же вернуться к параллели с Call of Duty То Hour of Victory выгодно отличает детализацию игровых локаций Дополняет эту картину ньютоновские примочки Оценить которые по полной смогут владельцы физических ускорителей Наша оценка графического оформления — 5 баллов Грохочет Hour of Victory как заправский голливудский блокбастер Впрочем, ничего другого мы не ждали Наша оценка звукового сопровождения игры — 5 баллов Вы сделали это только в нить Джедди нас ассалтит на всех сторонах Сэмп, мы окружены! Время двигаться! Время двигаться! Проект о нефтяне, которую бросают сериалы Call of Duty и Medal of Honor В лучах своей славы Она могла бы претендовать на высокие места в игровых чартах Однако соседство с такими титанами снижает впечатление от игры И она воспринимается в качестве очередного проходного клона Наша общая оценка Hour of Victory — 4 балла Что же нового принесла нам Hour of Victory? Да, в общем-то, ничего! Всё та же заезженная, звёздно-полосатая версия Второй мировой Всё те же постановочные сцены, кишащие скриптами Даже графический движок неотличим от оригинала Разве что в части более детализированных локаций Короче, перед нами очередной тренажёр для спинного мозга В обёртке 3D-экшена по мотивам Второй мировой войны Если вам такие игры по душе Тогда смотрите наши ответы на ваши вопросы по игре Hour of Victory Первый вопрос У меня не получается подстреливать все самолёты Как правильно управляться с зениткой? Отвечай Основная хитрость этого игрового момента заключается в том Что самолёты летят низко и достаточно быстро А конструкция зенитки громоздка и, соответственно, поворачивается с большой задержкой Если вы видите, что не успеваете за самолётом То не тратьте своё время и переключайтесь на другую цель Все самолёты подстреливать необязательно Для успешного завершения миссии достаточно выполнить боевую задачу более чем на 50% Следующий вопрос Можно ли в игре сыграть за немцем? Отвечаем Нет, компания Hour of Victory линейна И даёт вам возможность выступать только за американскую сторону Однако в режиме мультиплеера вы сможете примерить на себя немецкую форму Следующий вопрос Будет ли у игры прохождение? Отвечаем В официальных анонсах ничего на эту тему не сказано Но мы надеемся, что нас всех минует чаш сия И не придётся играть очередной клон Говорит ли вам о чём-нибудь магическая комбинация чисел? 301, 501 и 701 А фамилия Хамильтон? Или такие понятия, как даблы, трэблы и бычий глаз? Если всё это для вас не пустой звук То следующий сюжет специально для вас Всем же остальным он также может быть рекомендован к просмотру В целях ознакомления с традиционной забавой на британских островах Итак, встречайте Вторая реинкарнация симулятора игры в дартс Впервые игра World Championship Darts появилась в декабре 2006 года И ничем особенным не отметилась Потонув в предновогодних анонсах более именитых проектов И вот спустя чуть больше года Дуэт Oxygen Interactive и Mermore Tales решился на вторую попытку Выпустив 11 января World Championship Darts 2008 Честно говоря, непонятно, чего они хотели этим добиться Ведь эти две серии похожи как близнецы Те же игровые режимы, те же спортсмены Даже антураж почти не изменился Впрочем, не будем забегать вперёд Системные требования к игре представляют из себя следующие позиции Процессор на частоте 1 ГГц 256 МБ оперативной И 64 МБ видеопамяти А также всего-то 700 МБ на жёстком диске PDC World Championship Darts 2008 Игра, которая ставит во главу угла серьёзность происходящего Честно говоря, ничего кроме этого ей и не остаётся Здесь представлены все мыслимые разновидности этой игры Начиная от классических схем 301, 501, 701 И заканчивая экзотическим движением по часовой или же против часовой стрелки Главные же персонажи кому-то могут показаться комичными Как-то трудно их воспринимать в качестве профессиональных спортсменов Они скорее похожи на завсегдаты в питейных заведениях Ирония в том, что чаще всего так оно и есть Тем не менее, физика, бросков и общие впечатления от игрового процесса Находятся на высоком уровне Наша цепь геймплея 5 баллов За прошедший год движок игры не претерпел абсолютно никаких изменений Перед нами всё та же картинка образца 2006 года Которая, честно говоря, и в те времена буйством шейдеров не радовала Нареканий не вызывают разве что модели игроков Остальные графические изыски World Championship Darts Могут служить разве что пособием по истории компьютерных игр Наша оценка графического оформления игры 3 балла Редкие выкрики комментатора, робкие аплодисменты Да, 8-битные спецэффекты, бросков Вот, пожалуй, и всё, чем может похвастаться игра в плане звука Наша оценка звукового сопровождения 2 балла Разочарование наступает, когда вы понимаете, что кроме качественной игровой механики тут ничего больше и нет Разумеется, для поклонника дартса этого достаточно Режимы соблюдены, геймплей адекватный Простые же смертные недоумённо хмыкнут и закинут диск с игрой подальше на антресу И будут, в общем-то, правы Наша общая оценка игры 3 балла Ценность World Championship Darts 2008 для жанра спортивных симуляторов находится под большим вопросом С одной стороны, это уникальное явление в жанре С другой же, наискучнейшая игра, способная надоесть буквально за час Если вы далеки от данного вида спорта, навряд ли эта игра увлечёт вас надолго Тем не менее, вопросы по игре могут возникнуть И на некоторые из них мы ответим прямо сейчас Первый вопрос Я выбиваю положенное количество очков Ни больше, ни меньше Но мне всё равно не засчитывают победу Что я делаю не так? Отвечаю Дело всё в том, что по правилам официального чемпионата Последние очки должны быть выбиты из даблов, треблов и из бычьего глаза То есть из зон с двойными или тройными коэффициентами Или же полтинника центральной точки Следующий вопрос Меня все обыгрывают и старый млад Можно ли как-нибудь понизить сложность игры? Отвечаю Нет, это статичный показатель Однако в игре есть режим тренировки, где вы сможете отточить свои навыки В конце концов, без разницы, кто ваш противник Чемпион мира или завсегдат и паба На механику броска это никак не влияет Следующий вопрос Мой прицел начинает иногда дрожать Можно ли это как-то убрать? Отвечаем Нет, это фишка игры, призванная симулировать нервное возбуждение игрока в критические моменты матча Перед последней серией бросков или при приближении к максимуму в 180 очков На сегодня это все Меня зовут Андрей Воробей, это был Фак Совсем скоро мы снова увидимся А до этого заходите в форум на сайте Муздефизтв.ру Меня можно найти и там Присылайте мне свои вопросы на адрес FAQ собака Муздефизтв.ру Мы обязательно все посмотрим И ответим на ваши письма До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok